Ньюсбокс Кто поддержал Эмина Агаларова на его сольном концерте? Открытие музея премии Грэйми в Москве. Вахтанг переквалифицировался в фотографа. Самое интересное об этом и не только узнаете через несколько секунд в новом выпуске Ньюсбокс. В понедельник прошел седьмой сольный концерт Эмина Агаларова в стенах Крокус Сити Холл. В этот вечер на сцену с певцом вышли многие звезды нашей эстрады. Кто, узнаете из репортажев Владислава Богданова. 12 декабря Эмину Агаларову исполнилось 38 лет. Но день рождения артист начал отмечать уже 11 числа вместе со своими звездными коллегами и друзьями. В этот вечер Эмин традиционно дал большой сольный концерт с оркестром. Он не просто делает какую-то музыку, он хочет делать очень качественную, крутую музыку. Это так здорово, что вот каждый раз, когда мы встречаемся, он делает джару, он делает какие-то еще, это всегда наполнило очень качественным контентом. Он просто делает то, что ему нравится. И у человека, у артиста есть своя публика, которая его обожает. И самое главное, что он честный перед своим зрителем. Мне нравятся все его песни. Я думаю, что больше всего мне понравятся та песня, в которой мы запишем дуэт. А, то есть будет дуэт? Будет дуэт, да, мне с ним уже есть. Давно я думал делать дуэтный альбом, и почти два с половиной года я над ним работал. И в результате скомпоновались те песни, которые вы услышали, заглавная «Прости, моя любовь», которую написал Макс Фадеев. И он играет на районе, и сегодня даже кусочек со мной споет. Каждый раз певец старается удивить свою публику новым шоу, музыкальной программой и премьерой песен. Этот год не стал исключением. В рамках своего седьмого по счету концерта в стенах Крокуса, Эмин не просто презентовал новый альбом «Прости, моя любовь», но и представил большинство песен из этой дуэтной пластинки вместе со своими друзьями-артистами. Люблю красивых девушек, поэтому Ани Лорек, Полина Гагарина, Лобода, Ирина Дубцова, все девчонки на этом альбоме, это мои подруги, группа А-студио, Кэти Тапурио, соответственно. И они все просто яркие, потрясающе талантливые, и я счастлив, что они сегодня тоже разделятся на эту сцену. А самое главное, что я всегда пою с теми, с кем я дружу и общаюсь. То есть у меня нет случайных в этом. Мы только что с Эмином на сцене спели песню, которую я написал, называется «Я полюбил ее». И я никогда не думал, что премьера этой песни произойдет в такой торжественной атмосфере, что очень круто, конечно, потому что это наше первое исполнение совместно, и мы вышли на сцену. Мы сегодня в первый раз только успели порепетировать. И было здорово, зрители очень хорошо приняли песню. Ну, вообще такая игровая, очень полуактерская, я бы даже сказал. После шоу, кто принимал в нем участие, переместились в ресторан, где уже в неформальной обстановке произнесли немало теплых слов в адрес виновника торжества. 16 декабря 2017 года в Москве в ТДК «Смоленский пассаж» открывается выставка музыкальной премии «Грэмми», организованная звукозаписывающей Академией Грэмми и Российской национальной музыкальной премией. Подробности в закрытой презентации прямо сейчас. Мы находимся на открытии музейных экспонатов «Грэмми». Интересным фактом является то, что изготовлены они из специального материала, который называется «Грэммиум». Именно из него Гуччи делает свои часы. 12 декабря 2017 года состоялось торжественное открытие первой в России выставки экспонатов музея «Грэмми», которая проходит в рамках Российской национальной музыкальной премии. Музыкальный «Оскар» присуждается ежегодно в 78 категориях по 30 музыкальным жанрам. Все-таки это, наверное, самая большая мировая музыкальная награда. И все, кто к ней так или иначе имеет отношение, это все великие люди, это люди-легенды, это все, что хочется посмотреть, заглянуть, потрогать. Если ты стал номинантом и победителем «Грэмми», это 100% невозможно ни купить, ни случайно попасть. Это голосуют академики, голосует самая главная аудитория так, что когда выходит человек получать «Грэмми», то весь зал встает. На выставке представлены сценические костюмы Мадонны, Уитни Хьюстон, Шер, Майкла Джексона, подписанные гитары и многие другие уникальные экспонаты. Сколько стоит эта куртка Майкла Джексона? Затрудняюсь сказать, но около миллиона долларов. Майкл Джексон был очень популярен не только в Америке, но и по всему миру. Каждый любил Майкла, поэтому эта куртка действительно дорога. Некоторые покупают его вещи и отдают в музеи, другие оставляют их у себя дома и любуются. Вау, эту вещь надевал сам Джексон. Игорь Яковлевич, вы только что сказали, что не знаете, чьи это экспонаты, еще и не дошли. Давайте подумаем просто, например, вот это вот розовое платье с таким песцом, это чье? Витни Хьюстон, я думаю. Она разве носила розовое? Ну, тоже носила розовое. Мадонна, это ее образ, был у нее период, такой Мерлин Монро. Такой очень элегантный, конфетная такая, прям такая она мягкая, пушистая. Мы знаем, что она бывает разная. Так, такая куртка. И два абсолютно уникальных экспоната, это две куртки Майкла Джексон. Посмотрите, какой он был небольшой. И сколько же в этом хрупком тельце, сколько же умещалось энергии какой-то совершенно невероятной. Он сносил просто многотысячные аудитории, просто расплавлял своим талантом. Инициатива и воплощение проведения выставки принадлежит организаторам премии, поэту и предпринимателю Михаилу Гуцериеву, композитору и продюсеру Игорю Крутому, президенту фонда премии Юрию Костину. Куратором выставки выступил основатель и директор музея Грэмми Боб Сантелли. Мы хотели объединить музыкальные культуры, американскую и русскую, но также сделать это в специально отведенное время. Восьмикратный чемпион России, президент Федерации битбокса Вахтанг снял клип на песню «Ты и я в Киеве». История видеоряда перенесет вас в мир моды и глянца. Понравилось ли Вахтангу быть фотографом, узнаете совсем скоро. Музыкальная революция. Человек, создавший новый жанр, президент Федерации битбокса Вахтанг снял клип на песню «Ты и я». Словно ремейк фильма с легким паром, хотя сюжет у нас совершенно другой, но по ощущениям, по тому, что людей соединяет некое чудо, то есть некая вот эта случайная встреча, которая меняет жизнь кардинально. Вот именно про это наш клип. Наша задача показать артиста как-то по-особенному, раскрыть какие-то такие его грани таланта и какой-то, может быть, придумать для него совершенно иной образ, даже может быть и некомфортный для артиста, для того, чтобы показать его просто с другой точки зрения. И вот с Вахтангом я надеюсь, что у нас получилось. По сюжету Вахтанг известный фотограф, который находит свою музу, роль которой исполнила модель Рима Федорова. Каждому мужчине нужна своя муза. Если у тебя прекрасная девушка, которая тебя поддерживает, любит, то ты становишься королем, понимаешь, королем настоящим. Вот я нашел свою музу здесь, на площадке, в Киеве, благодаря, кстати, одной очень прекрасной девушке. Я человек эмоциональный, я человек чувствительный. Мы нашли общий язык на съемочной площадке, мы даже разговариваем, когда выключаются камеры, наш разговор продолжается. Мы друг другу в этом помогаем. Две таких энергии сильные, вот у него сильная энергия и у меня сильная энергия, они вот нашли друг друга. Влюбится ли Вахтанг в главную героиню и ответит ли она ему взаимностью? На этот вопрос вы сможете получить ответ только после просмотра клипа. Специально для Russian Music Box. А нам пришла пора прощаться. Завтра смотрите дайджест. Все самое интересное за неделю. Не забывайте заходить в наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбуке, а также пролистывать инстаграм телеканала Russian Music Box. Там всегда найдется, что залайкать и откомментировать. А с вами была Джея Марифулина. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин